Приветствую всех у нас на канале. На сегодня мы собрали следующие новости. Разработчики Hogwarts Legacy тизерят некое событие для проекта. Windows Central сообщает о возможном перезапуске серии Dead Rising. Компания Nintendo начала борьбу с эмуляторами для Nintendo Switch для ПК и многое другое. Братья Duffer, шоураннеры сериала «Очень странные дела», сообщили о приостановке производства финального сезона. К такому решению они пришли из-за продолжающейся забастовки сценаристов. В своем обращении они написали, цитата, «Работа над сценарием не прекращается после начала съемок. Мы бы хотели начать производство в продолжение с нашим отличным кастом и съемочной командой, но во время забастовки сценаристов это невозможно. Надеемся, что скоро стороны примут справедливое решение и мы сможем вернуться к работе», конец цитаты. Напомним, забастовка сценаристов началась 2 мая и стала первым подобным событием за последние 15 лет. Представитель гильдии требует повысить минимальные гонорары, а также усилить регулирование использования нейросетей при написании сценариев. Ранее в связи с этим были приостановлены съемки фильма «Блэйд». В сети появился трейлер первого полнометражного аниме из диалоги адаптации Ранабе «Этот глупый смен». В ролике раскрыли дату выхода ленты. Она появится в кинотеатрах Японии 23 июня. Напомним, фильмы покроют сюжет 8 и 9 томов оригинальной истории. Warner Bros. Games поделилась с тизером неизвестного проекта по Хогвартс Легаси. Ролик опубликовали в социальных сетях компании. В нем показали актера Тома Фелтона, исполнившего роль Драка Малфея в оригинальных фильмах о Гарри Поттере. В конце тизера авторы представили название «Into the Shadows with Tom Felton» и дату 9 мая. Что именно будет показано в этот день, не уточняется. Студия анимации A1 Pictures объявила сроки мировой премьеры аниме «Fake Strange Fake Whispers of Dawn». Она состоится 2 июля в рамках фестиваля аниме-экспо в Лос-Анджелесе. За день до этого покажут спешл в английском дубляже. Создатели Skyline, эмулятора Nintendo Switch для Android, сообщили о прекращении работы над проектом. Такое решение было принято после того, как компания Nintendo направила несколько DMSA-страйков к порталу GitHub с требованием удалить страницы инструментария LogPick, позволяющего извлекать из Nintendo Switch цифровые ключи и использовать их на ПК для запуска игр через эмуляторы, такие как Ryujinx и Yuzu. Примечательно, что авторы Skyline жалоб не получали, однако отметили, что поддержка их программы сильно зависит от доступности и легальности LogPick. Пока что команда не планирует удалять свой эмулятор. Его производство могут возобновить, если жалобы от Nintendo не приведут к блокировке LogPick. На фоне этого создатели Ryujinx заявили, что не будут удалять свою программу. Strange Shift Studio назвали день запуска демо-версии Chasing the Unseen. Оно станет доступно эксклюзивно в магазине Steam 17 мая. Напомним, Chasing the Unseen – это одиночный приключенческий проект, посвященный исследованию фрактальных миров и восхождению на колоссальных существ. По заявлениям студии, Typekit вдохновлялся такими играми, как Journey и Shadow of the Colossus. Пользователям обещают большое количество гигантских созданий и захватывающие игровые последовательности. Команда Mean Astronauts объявила срок начала финального плейтеста переключенческого экшена Robin Hood Sherwood Builders. Он должен стартовать 15 мая. Предварительная регистрация откроется сегодня, 8 мая, в 16 часов по московскому времени. Первые 500 человек, подавшие заявку, смогут принять участие в недельной тестовой сессии. Помимо этого, студия подготовила два конкурса. По условиям первого, нужно найти самые новаторские ошибки и сообщить о них в специальной ветке отчетов. Второй предлагает найти уникальный код и отправить его в отдельную ветку сообщества Discord. Первые три отправителя каждой категории получат бесплатную копию Robin Hood Sherwood Builders. Разработчики Cuphead анонсировали новое ограниченное физическое издание для консолей Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation 4. В него войдут эксклюзивная фигурка Miss Chalice, расширение Delicious Last Course, 6 коллекционных карточек, членская карта клуба Cuphead и эксклюзивный арт от студии MDHR. Старт продаж во всех доступных регионах ожидается 20 июня. Предварительные заказы уже доступны. Портал Metacritic сообщил сроки снятия Embargo на обзоры приключенческого проекта The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Согласно представителям ресурса, материалы позволят публиковать 11 мая, за сутки до официального релиза, намеченного на 12 число. На данный момент для The Legend of Zelda Tears of the Kingdom доступна предварительная загрузка. Paradox Interactive выложила свежий ролик, посвященный бесплатному обновлению для Crusader Kings 3, которое появится вместе с премьерой дополнения Tours and Tournaments. Оно включает в себя регенство, переработку видов деятельности, вассальные позиции, размещение людей при оружии, экономический режим карты, переработку парикмахерской и ряд других нововведений. Выход должен состояться 11 мая. Джесс Корден, представитель Windows Central, сообщил, что Capcom готовит возвращение серии Dead Rising. Из подробностей он отметил, что это должен быть новый проект, перезапускающий ее. Но не ремейк, а полная перезагрузка. Также он добавил, что новости об этом должны появиться в ближайшее время. Официального подтверждения или опровержения информации от самой Capcom не поступало. А теперь календарь событий на завтра, вторник, 9 мая. Выйдет первая DLC для перезапуска Saints Row. В Apex Legends стартует сезон Arsenal. В Overwatch 2 появится временный PvP-режим Starwatch Galactic Rescue. Стартует закрытое бета-тестирование Park Beyond. И Microsoft прекратит поддержку различных изданий Windows 10, 20, H2. Большое спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали или же пришли к нам впервые. А также оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением об услышанных новостях. Мы напоминаем, что у нас есть TikTok, где в 9 часов и 17 часов по Москве выходят краткие сводки новостей. А также Telegram-сообщество, где доступен весь контент. Ссылки на оба канала в описании под видео. Там же вы можете найти ссылки на нашей странице Boosted International Arts и помочь в существовании канала. Большое спасибо и до новых встреч!